Не хочется вас расстраивать, но бэби-моркови не существует. Милые маленькие морковки, которые продаются в супермаркетах, это на самом деле обычная морковь, обрезанная до детского размера. Вы думаете, что мармеладные мишки со вкусом клубники должны быть красными или розовыми, верно? Но, к сожалению, они зеленые. Коричневый и белый рис — это один и тот же продукт. Для создания белого риса берется коричневый. Некоторые его части удаляются при помоле, что придает рису белый цвет. Это позволяет хранить его дольше, но в то же время снижает питательную ценность. Кстати, рис использовался для строительства Великой Китайской стены. Строители смешивали клейкий рисовый суп с известью и получали особый рисовый раствор. Он был прочнее и обладал лучшей водонепроницаемостью, чем обычный известковый раствор. Благодаря рисовому супу Великая стена смогла простоять века, несмотря на все капризы стихии. Вы нашли давно забытую шоколадку в ящике стола. Ням, приятный сюрприз. Но открыв ее, вы начинаете сомневаться, на ней какой-то несимпатичный пыльный налет. Не волнуйтесь, шоколадку можно есть. Просто жир из масла какао в составе шоколада отделился от остальной плитки при нагреве. Когда шоколад остыл, образовалась белесая пленка. Вкус тоже мог немного измениться, поэтому лучше использовать плитку для готовки. Хотя, меня такие мелочи не останавливают. Авокадо не могут дозреть на дереве. Если их не сорвать, они упадут с ветки, так и не созрев. Однако, после сбора они становятся мягкими и ароматными, как мы любим. Это происходит из-за всплеска этилена, вырабатываемого сорванным плодом. Пока авокадо находится на дереве, его выработка подавляется. Помидоры, купленные в супермаркетах, часто бывают безвкусными. Это связано с тем, как их выращивают и хранят. Помидоры собирают, когда они еще не полностью созрели, и они дозревают в контейнерах для транспортировки и на полках магазина. Если это происходит при температуре ниже 4,5 градусов Цельсия, помидоры теряют большую часть вкуса и аромата. Чтобы сохранить их вкус, лучше всего хранить помидоры вне холодильника. Мед. Это, пожалуй, единственный продукт питания, который никогда не портится. Если он правильно запечатан и в нем нет воздуха, он может храниться тысячелетиями и оставаться съедобным. Самому старому найденному горшочку с медом было 5,5 тысяч лет. Его нашли рядом с мумией Винни-Пуха. Шутка. В то время, как темный и молочный шоколад не вызывает вопросов, их белый собрат вовсе не является шоколадом. В нем нет какао-порошка, который делает шоколад шоколадом. Белый продукт изготавливают из какао-масла, смешанного с сахаром и ароматизатором, обычно ванильным. Арахис. Более близкий родственник гороха, чем орехов. Он относится к бобовым, семейству растений, которые включают горох, нут и фасоль. Кешью. Это тоже не орехи, а семена, которые добывают из довольно крупных плодов. То же самое можно сказать о грецком орехе, миндале, пекане и фисташках. Когда вы покупаете суши и роллы с крабовым мясом, вы получаете совсем не краба. Красно-белый фарш – это так называемая имитация краба, по сути, паста из рыбы. Другое ее название – сурими. Кстати, изначально суши были способом сохранения рыбы. Ее помещали в ферментированный рис, который сохранял рыбу свежий до года. После этого рис выбрасывали, а рыбу готовили и ели. Если у вас наворачиваются слезы, когда вы режете лук, есть несколько способов этого избежать. Один из них – положить лук в морозильную камеру, прежде чем резать. Это заморозит молекулы химического вещества, которое вызывает слезы. Другой способ – промыть лук в прохладной воде непосредственно перед нарезкой. Холод и влага не позволят химическому веществу, вызывающему слезы, попасть в глаза. И третий способ – положить мокрое бумажное полотенце рядом с разделочной доской. Химикат притягивается к ближайшему источнику воды, которым обычно выступают ваши глаза, но в данном случае это будет полотенце. То, что мы считаем васаби, обычно им не является. Настоящий васаби очень дорог, поэтому то, что мы получаем – это смесь хрена, горчицы и зеленого пищевого красителя. Будьте осторожны, когда едите свежий ананас, потому что он может буквально съесть вас в ответ. Он содержит фермент, который переваривает белок. Помните чувство жжения, которое возникает, если съесть слишком много ананаса? Это и есть тот самый процесс. Макароны с сыром в 18 веке считались в США изысканным блюдом. Макароны можно было импортировать только из Италии, что делало их дорогими, а процесс приготовления сыра отнимал много времени и сил. Это также не делало продукт дешевле. Только самые богатые могли позволить себе тарелку макарон с сыром, и в шикарных ресторанах их подавали как деликатес. В то же время устрицы, омары и практически все другие морепродукты в те времена считались едой для бедных. Приморские общины питались тем, что могли поймать в море. А это и мидии, и крабы, и многое другое, что мы сегодня считаем деликатесами. А как насчет макарон с омарами? Просто взрыв мозга. Вернемся к пище для богатых. В средневековье рыба считалась подарком, подобающим королю. Известно, что английским монархам дарили огромных щук. А еще раньше в Римской империи деликатесом была красная кефаль. За нее императоры платили большими суммами золота. Мясо, выращенного на ферме лосося, имеет серый цвет. Дикая рыба ест много креветок, что придает ее мясу фирменный оранжево-розовый оттенок. Чтобы достичь того же эффекта, в неволе рыбу кормят специальным растительным пигментом. Изобретатель вазелина сэр Роберт Чесбро утверждал, что каждый день съедал по ложке вазелина. Он также попросил свою сиделку покрыть его с ног до головы вазелином, когда серьезно заболел. Вскоре он выздоровел и дожил до 96 лет. Все эти годы он твердо верил в чудодейственные свойства вазелина. Апельсины во многих языках дали название оранжевому цвету. В древнеанглийском языке этот цвет назывался просто желто-красным. Только когда апельсины получили широкое распространение по всей Европе, появилось слово, обозначающее их цвет. Если хотите поближе рассмотреть пчелиные улей, убедитесь, что у вас нет с собой бананов. Феромон, который заставляет пчел вставать на защиту своего дома, пахнет бананами. Так что вы, скорее всего, станете их врагом номер один, если подойдете слишком близко. В свое время из молока умудрялись делать пластмассу. Она была биоразлагаемой, не растворялась в воде и практически не горела. Но позже ее превзошел пластик на основе нефти, потому что молочный пластик нельзя было формовать, и он со временем становился хрупким. Кроме того, нефтяной пластик был намного дешевле в производстве. Знаменитый фунтовый кекс получил свое название из-за массы ингредиентов. Изначально он готовился из фунта сливочного масла, фунта яиц и да, вы угадали, фунта сахара. Но почему его тогда не назвали трехфунтовым, а? Хлеб для бутербродов – это не совсем настоящий хлеб. Вода может кипеть и замерзать одновременно. Бананы – это ягоды, которые растут на траве. Да, это даже звучит безумно, но знаете ли вы, что вода может быть более мокрой, чем она есть в природе? Готовьтесь узнать подробности. Жвачка обычно розового цвета, потому что первая жвачка, поступившая в продажу в 1928 году, была именно такой. Просто на фабрике в тот момент был только розовый пищевой краситель. А первая в истории жевательная резинка появилась, вероятно, около 9 тысяч лет назад. В те времена люди жевали березовый деготь из-за его целебных свойств, например, для борьбы с лихорадкой. В разные эпохи люди жевали разные вещи. Например, древние майя делали жвачку из чикла – вещества, получаемого из сока дерева сападила. Они использовали ее, чтобы утолять голод и жажду. А в Северной Америке люди жевали смолу елового дерева. Привычку позже переняли европейские поселенцы. И в 1840-х годах наладили коммерческий выпуск продукта. Вы не сможете назвать папку C.O.N. ни в одной версии Windows. Это относится и к некоторым другим буквенным комбинациям, включая PRN, AUX, NUL. Это связано с самой операционной системой. Она создает папки для хранения в них данных. И если вы создадите свою собственную, используя одно из этих имен, это запутает систему. Если вы приметесь тасовать колоду карт, чтобы получить всевозможные комбинации, вы потратите миллиарды и миллиарды лет только на то, чтобы пройти треть пути. Подумайте об этом. В обычной колоде 52 карты. А возможное число комбинаций без повторений – 8 умножить на 10, возведенное в 67 степень. Даже если вы будете тасовать карты 100 раз в секунду, не повторяя комбинаций, вам потребуется в несколько сотен триллионов раз больше времени, чем прошло с появления Вселенной. Сложив лист бумаги 103 раза, вы получите стопку толщиной 93 миллиарда световых лет, что превышает размеры наблюдаемой Вселенной. Но если вы решите проверить это самостоятельно, вы не сможете сложить бумагу более 12 раз. И для этого потребуется очень большой лист, например, полтора километра длиной. Обычного листа бумаги для печати хватит только на 7 сложений. Во многих супермаркетах вы увидите два разных хлебных отдела с хлебом и выпечкой, и в них продаются разные типы хлеба. Более легкий, квадратный и чаще всего нарезанный заранее тип называется хлебом для бутербродов, а другой – просто хлебом. Разница в том, что хлеб для бутербродов сделан специально для того, чтобы на него можно было намазать что-нибудь. У него более жесткая текстура, что позволяет ломтику не рассыпаться и не крошиться. Когда вы намазываете его, скажем, арахисовым маслом, он также достаточно мягкий, чтобы вы, откусывая бутерброд, не выдавливали содержимое по бокам. И, наконец, такой хлеб обычно дольше хранится за счет специальных добавок. Они сохраняют текстуру хлеба в течение недели, позволяя вам наслаждаться бутербродами каждое утро, в то время как традиционный хлеб, скорее всего, зачерствеет на следующий день. Существует состояние, при котором вода может одновременно кипеть и замерзать. Оно называется тройной точкой и возникает, когда все три состояния вещества – жидкое, твердое и газообразное – существуют одновременно, не мешая друг другу. Для воды тройная точка наступает чуть выше температуры замерзания и при атмосферном давлении в шесть тысячных атмосферы. У голубой птички, которую вы видите на логотипе Twitter, есть официальное имя – это Ларри. Создатель социальной сети назвал ее в честь бывшего баскетболиста NBA Ларри Берда из команды Boston Celtics. Если вы надеетесь сэкономить, заряжая свой смартфон реже, позвольте вас разочаровать. Чтобы зарядить мобильный телефон, вы используете ничтожное количество электроэнергии, поэтому максимальная сумма денег, которую вы можете сэкономить в течение года, составит меньше одного доллара. Название Jeep произошло от аббревиатуры. Первоначально внедорожник назывался JP или автомобиль общего назначения. Лишь много позже Jeep стал брендом, который мы знаем сегодня. Бананы имеют изогнутую форму, потому что они тянутся к солнцу, а банановые деревья – это на самом деле трава. Грозди растут вниз, но сам плод стремится к солнцу, поэтому во время роста немного изгибается вверх. Слово «спандекс», обозначающее материал для изготовления спортивной одежды, это анаграмма английского слова «expense», что значит «расширяться». Если вы захотите посмотреть все видео на YouTube, вам придется потратить на это тысячу лет, а потом еще примерно в тысячу раз больше из-за новых видео, которые появятся к этому времени. Вы, наверное, знаете, что помидоры – это на самом деле ягоды, бананы, перцы, арбузы и баклажаны – тоже. На упаковке каждого косметического средства есть маленький значок в виде открытой банки. Он говорит о том, как долго вы можете безопасно использовать продукт после его открытия. На баночке обычно стоит цифра с буквой «М», которая означает «месяцев». Главное – запомнить, когда вы открыли упаковку, чтобы точно знать, когда пройдет 3, 6 или, например, 9 месяцев. На разъеме провода наушников часто бывает несколько колец, каждый из которых отвечает за различные компоненты. Одно кольцо – для монофонического звука, два – для стерео, а третье означает, что в наушнике встроена функция микрофона. Чтобы узнать, полностью ли сварилось яйцо, просто покрутите его на столешнице. Если яйцо стабильно крутится и не переворачивается, значит, оно готово. Вместо того, чтобы использовать обычную воду, пожарные тушат огонь мокрой водой. Они добавляют в нее специальные вещества – химикаты, которые снижают поверхностное натяжение воды. Это помогает веществу лучше впитываться в предметы и быстрее распространяться. Занавеска для душа иногда становится слишком цепкой и мешает спокойно мыться. Этот эффект возникает, когда горячая вода снижает давление воздуха за занавеской. Более высокое давление снаружи толкает занавеску внутрь. И в результате чего вам кажется, что она хочет вас схватить. Если вы внимательно посмотрите на обычный мешок для мусора, то, скорее всего, заметите, что его шов словно вывернут наизнанку. На самом деле не нужно встряхивать пакет, чтобы открыть его. Вы должны надеть его на мусорный бак, как шапку, затем просто протолкнуть середину пакета в бак. Таким образом, шов окажется там, где и должен быть – внутри. Этот загадочный диск нужен, чтобы предотвратить попадание на борт крыс. Грызуны обычно проникают на судно по причальным цепям, поэтому на них надевают диск. Ювелирные украшения часто продаются в маленьких мешочках, у которых на самом деле есть скрытая функция – они не позволяют изделию тускнеть. Розничные продавцы заверяют, что в оригинальном мешочке кольцо или другое украшение будет в целости и сохранности. В большинстве супермаркетов апельсины продаются в сетчатых пакетах. Нет, никакого скрытого назначения у них нет, но вы можете превратить их в отличное чистящее приспособление. Просто завяжите мешочек и посмотрите, что будет, если потереть им жирную сковороду. Не нужно выковыривать джем из-за отдельной секции в контейнере с йогуртом. Такой пластик довольно гибкий, поэтому вам просто нужно сложить его пополам и вылить джем в секцию с йогуртом. Скрытая функция вантуза заключается в том, что он предназначен для раковин. Да, с туалетом он тоже справится, так что можете завести на всякий случай два вантуза сразу. Дополнительное отверстие верхней части раковины обладает множеством скрытых функций. Во-первых, если кто-нибудь забудет закрыть кран, вода не перельется через край и комнату не затопит. Во-вторых, благодаря этому отверстию вода стекает быстрее, так как оно дает выход воздуху. У большинства металлических молний внутри есть скрытый замок, который не дает ширинке расстегнуться в самый неподходящий момент. Не оставляйте язычок молнии в поднятом положении. Когда вы опускаете его, он автоматически блокируется, а все благодаря крошечным пазам, скрытым под язычком. Пена для ванной не только создает расслабляющую атмосферу и приятно пахнет. Она также помогает регулировать температуру, ведь пузырьки не дают воде остыть. Однако такой трюк работает только с акриловыми ваннами, потому что металлические в любом случае очень быстро теряют тепло. Щетки по бокам эскалаторов нужны не для того, чтобы чистить и полировать вашу обувь. Наносить воск на ворсинки во время движения эскалатора может быть весьма затруднительно. Они служат для нашей безопасности. Щетки не дают стоять нам слишком близко к краю, из-за чего вероятность, что пальто или штанину зажует, снижается до минимума. Первые мячи для гольфа были гладкими. У современных же мячей на поверхности есть выемки. Так как игроки заметили, что старые мячи обладают лучшими аэродинамическими качествами, чем новые. Тогда производители начали выпускать мячи с выемками. Если вы возьмете упаковку для алюминиевой фольги, вы увидите по бокам выступы, которые можно зажать. Благодаря им фольга не скатывается, и вам легче оторвать нужное количество. У канистр три ручки, и на то есть причина. Если вы несете канистру в одиночку, вы держитесь за центральную ручку, тем самым равномерно распределяя вес. Если же вам кто-то помогает, каждый берется за боковую ручку. Стандартным вилкам у нас нет никаких вопросов. Но вы когда-нибудь обращали внимание на отверстие возле кончиков вилок, используемых в Северной и Центральной Америке? Благодаря им розетка прочно удерживает вилку и не дает ей выпасть. Как же раздражает, когда дезотерант стик почти кончился, но небольшой остаток никак не удается вытащить. Вот вам простой трюк. Отвинтите дно, возьмите карандаш и просуньте его под движущуюся основу. Так вы вытолкните то, что осталось от дезодоранта. На многих косметических продуктах сбоку есть цифра. Она не выбирается случайным образом, а говорит о сроке годности товара после вскрытия. Вот почему в качестве изображения используется открытая баночка. Валик для удаления ворса хорошо справляется с крошечными ворсинками на ткани, но вы также можете использовать его для очистки других вещей. Например, если вы хотите удалить грязь с лотка для посуды в посудомоечной машине, просто возьмите валик и поместите его в нужный отсек. Крошки, грязь и остатки пищи приклеятся к нему. Короли, изображенные на игральных картах, реальные исторические персонажи. Раньше кольца были не просто стильным аксессуаром. Знать использовала их в качестве печатей. Лучники носили кольца, чтобы защитить пальцы от повреждений тетевой, а рукодельницы от уколов иголкой. Съемные подголовники в автомобилях защищают вашу безопасность. Вытащите подголовник из сидения, и вы увидите два прочных штыря. Если вы когда-нибудь окажетесь запертыми в машине, вы сможете выбраться, разбив окно этими штырями. Маленькая стрелка рядом с индикатором топлива на приборной панели автомобиля указывает, с какой стороны машины находится отверстие топливного бака. Это полезный лайфхак на случай, если вам нужно заправить арендованный автомобиль. Вероятно, все это время вы пользовались шампунем неправильно. Запомните на будущее, что его следует наносить только на корни и кожу головы. Образовавшейся пены хватит, чтобы помыть волосы по всей длине. Пуговица на обратной стороне воротника рубашки нужна для фиксации положения галстука. Но ее сделали для тонких галстуков, которые сейчас непопулярны. Так что сегодня эта пуговица – лишь элемент дизайна. На упаковке ватных дисков есть ниточки, за которые можно повесить упаковку на ключок или держатель. И не нужно каждый раз растягивать и стягивать пачку. Посмотрите на дно, там есть перфорированная линия. Разорвите ее и просто вытащите ватный диск из висящей упаковки. Ходит миф, что красная сторона ластика предназначена для карандаша, а синяя – для ручки. На самом деле синяя часть нужна, чтобы стирать ошибки с более толстого типа бумаги. Причем стирает она как карандаш, так и ручку. Кроме того, синяя часть ластика может отполировать украшения и почистить электронику, например, экран мобильного телефона. Также она помогает убрать самые стойкие остатки клея от наклеек, обновить замшу и очистить грязь со стен. Несмотря на свой внушительный вес, статуя Свободы не стоит неподвижна. Когда ветер достаточно сильный, она раскачивается на 7 сантиметров, а ее факел примерно в два раза больше. А в спокойные дни, если внимательно посмотреть на ее ноги, иногда можно уловить, как она слегка пританцовывает под струящейся мандией. Шутка. А вы знаете, что есть не одна статуя Свободы? Бронзовая копия ее младшей сестры, послужившей моделью для Нью-Йоркского монумента, стоит в Люксембургском саду в Париже. Она довольно миниатюрная, а копия культовой статуи, уменьшенной в четыре раза, находится на острове на реке Сена, тоже во французской столице. При входе на всемирно известный мост Альма в Париже установлена копия пламени факела в нутральную величину, покрытая сусальным золотом. Вернемся в Нью-Йорк. Если внимательно посмотреть на лицо Леди Свободы, можно ясно увидеть, что ее лепили с поп-звезды середины прошлого века. Элвиса Пресли. Ладно, я опять прикалываюсь. Фредерик Агюст Бортальди спроектировал статую Свободы за 60 лет до рождения Элвиса. Есть разные версии, кем он вдохновлялся, когда лепил ее лицо. Согласно одной из теорий, моделью послужила прекрасная Изабелла Бойер. Изабелла родилась в 1841 году в богатой семье в Париже. Когда ей исполнилось 22 года, она переехала в Нью-Йорк, чтобы выйти замуж за американского предпринимателя и стать светской львицей. Менее гламурная история гласит, что Бортальди увековечил лицо своей матери, на которую, я полагаю, был похож Элвис. Еще одна теория предполагает, что Леди Свобода не была создана по образцу западной белой женщины. В молодости Бортальди отправился в путешествие в Египет и, увидев пирамиды, вдохновился на создание колоссальных скульптур. Став старше и успешнее, Бортальди вернулся в Египет, чтобы договориться об установке новой скульптуры у входа в Суэцкий канал. Она должна была называться «Египет, несущий свет в Азию» и изображать фигуру в плащей с факелом, приветствующую всех, кто проходит через канал. Эта скульптура стоила слишком дорого, но он сохранил идею на потом и использовал, когда появилась новая возможность. Вот как выглядела эта статуя 135 лет назад. Да, ее цвет очень изменился. Такой же цвет вы увидите, если разрежете электрический провод, потому что вся внешняя часть статуи сделана из меди. Примерно через 20 лет после установки она полностью позеленела. Это произошло, потому что воздух и частые дожди окислили металл, покрыв его патиной. К тому же этот металл очень тонкий. Конструкторы могли бы сделать его листы толще, но тогда слишком тяжелая статуя упала бы под собственным весом. Чуть тоньше и сильное окисление и коррозия металла проделали бы в статуе дыры. Скульптор хорошо продумал конструкцию статуи и на ее создание ушло более 10 лет. Но все началось с этой модели, сделанной из глины. Ее рост составлял всего 120 сантиметров, так что вы наверняка выше этой мини-статую свободы даже с поднятой рукой. Следующая модель была сделана из гипса. Увеличивая размер, скульптор мог добавлять и уточнять детали. Например, деталь, которую вы не сможете увидеть с острова свободы или даже с пьедестала. Это кандалы на ее лодыжках. Создается впечатление, что она сбросила их, что символизирует свободу. Следующая модель была высотой 10 метров. Это длина школьного автобуса и примерно четверть от реального размера статуи. И это был максимальный размер, который скульптор мог вместить в своей мастерской. Затем он приступил к созданию полноразмерных частей, головы и руки, держащей пакел. Другая рука держала каменную табличку с выбитыми на ней римскими цифрами, означающими 4 июля 1776 года, дату провозглашения независимости Америки. Настало время построить окончательный вариант статуи свободы. Сначала нужно было сделать все части статуи из гипса. Вот ее глава. Конструкторы взяли листы дерева, расположенные параллельно друг к другу, и прижали их к модели. Затем края листов обточили так, чтобы они идеально повторяли формы и изгибы статуи. Другими словами, это был слепок. Затем деревянную конструкцию положили на пол и накрыли листом меди толщиной с монету. Осталось только аккуратно предательствую медиа форму изгибов статуи с помощью деревянных молотков и пресса. Строительство статуи и пьедестала обошлось в 500 тысяч долларов. Французские энтузиасты собрали средства на строительство статуи, а американцы заплатили за пьедестал для нее. В пересчете на сегодняшние деньги это составило бы более 10 миллионов долларов. Статуя была закончена во Франции, а затем отправлена в Америку в сотни деревянных ящиков. Более 200 тысяч американцев приветствовали корабль с Леди Свободой, когда он прибыл в гавань Нью-Йорка. Статую собрали за 4 месяца на острове Бедлоу, который теперь известен как Остров Свободы. При сборке статуи Свободы была допущена небольшая ошибка. Во время инспекции в 1982 году рабочие обнаружили, что ее голова была установлена со смещением на 60 сантиметров от центра. Наверное, ей не слишком комфортно. Перед знаменитым парижским мостом Альма находится пламя Свободы. Это полноразмерная копия пламени факела Леди Свободы, покрытая сусальным золотом. Памятник был подарен Франции в 1989 году от лица меценатов всего мира в благодарность за статую Свободы и как символ франко-американской дружбы. Ежегодно знаменитую статую посещают около 4,5 миллионов человек. Для сравнения, около 3,750,000 человек ежегодно посещают лондонский глаз. Это делает статую Свободы одной из самых популярных туристических достопримечательностей в мире. Почти через 100 лет после возведения статуи факел Леди Свободы преобразился. В 1984 году оригинальный факел статуи из меди и стекла заменили на новый покрытый 24-каратным сусальным золотом. Факел – единственное место, недоступное для посетителей. В прошлом он получил повреждения, которые делают подъем туда небезопасным. Высота статуи Свободы составляет 46 метров. Это как 10 жирафов, стоящих друг у друга на шее. Вам пришлось бы встать на плечи 25 своих друзей, чтобы дотянуться до факела в ее правой руке. Бетонное основание и постамент делают статую еще выше – 93 метра от земли до самой вершины. Итак, давайте зайдем внутрь. Нам нужно пройти через двери основания в форме звезды. Затем у вас есть выбор – подняться на лифте на смотровую площадку или преодолеть 192 ступеньки. Давайте пойдем пешком. Для туристов есть лестница, по которой они поднимаются, и другая лестница для спуска, чтобы избежать столпотворения. Лестница приводит вас на высоту шестиэтажного дома прямо на смотровую площадку на вершине пьедестала. Чтобы добраться до короны статуи, нужно подняться на седьмой этаж, где мы увидим лестницу в виде двойной спирали. Она проходит внутри железных пилонов – позвоночника статуи Свободы, спроектированного Гюставом Эйфелем, автором Эйфелевой башни. Эта лестница двойная. По одной стороне можно подняться, а по другой – спуститься. Здесь также есть место для отдыха на случай, если вы устанете во время подъема. Я, пожалуй, немного отдохну, да и вам советую. Поднявшись на статую, вы увидите, как именно 300 медных листов были прикреплены к металлическому каркасу. Да, для этого использовались заклепки. А еще можно различить детали статуи, например, складки платья и даже пряди волос. 354 ступеньки пройдены. Поздравляем! Вы добрались до смотровой площадки в короне статуи Свободы. Там довольно уютно и помещается всего несколько человек. Вы можете наблюдать за гаванью Нью-Йорка через 25 стеклянных окон. Они символизируют драгоценные камни нашей планеты. А позади вас установлены мощные фонари, которые освещают стекло. Они включаются ночью, чтобы проходящие мимо корабли могли видеть сияние короны статуи. В следующий раз, когда будете вскрывать посылку, обратите внимание на свой канцелярский нож. Если на лезвии есть несколько диагональных линий, значит вас ждет небольшая инженерная находка. По этим линиям лезвия можно отламывать. Постоянная резка картона затупляет край лезвия. Чтобы не покупать новый нож, можно отломить последний сегмент вдоль линии и получить новый острый край. Используйте для этого щель на насадке в задней части инструмента. Инженеры, придумавшие это гениальное изобретение, вдохновлялись способом разделения шоколадных плиток на дольки. Подождите минутку. Не выбрасывайте пока картонную коробку. Скорее всего, в ней лежит несколько пакетиков силикогеля. Этот гель служит для сушки. Он отлично собирает влагу из окружающей среды, поэтому вам стоит сохранить эти пакетики и использовать позже. Если вам понадобится высушить телефон или другое устройство, поместите его в контейнер с силикогелем, чтобы уменьшить повреждения. Не нужно быть механиком, чтобы понять, когда автомобильные шины нуждаются в замене, поскольку они оснащены индикатором. Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что канавки в рисунке колеса прерываются особыми резиновыми перемычками. Как только перемычки начнут истираться, это признак того, что вам необходимо записаться в автосервис, поскольку шины, скорее всего, потеряли большую часть сцепления с дорогой и ездить стало небезопасно. В верхней части лобового стекла автомобиля имеются черные точки, вплавленные в края стекла. Их наносят не для красоты. Эти точки называются фриты. На стекло добавляется специальный тип керамической краски для защиты герметика от ультрафиолетовых лучей. Точки также делают поверхность более шершавой, за счет чего клей лучше удерживает окно на месте. Когда в следующий раз окажетесь за рулем, найдите небольшой рычажок под зеркалом заднего вида. Вы вряд ли знали, что он служит для переключения зеркала из дневного режима в ночной. В зеркале используется технология призматического стекла для размытия отражения и уменьшения бликов от фар позади вас. Наклоняемые вручную зеркала изобрели в 30-х годах 20-го века, но стандартом они стали в 70-х. Находясь в машине, обратите внимание на подголовники. Вы, скорее всего, не знаете, что у них есть дополнительное назначение. Конечно же, они помогают обеспечить поддержку головы для пассажиров разного роста. А скрытая особенность заключается в том, что они съемные и оснащены двумя очень прочными металлическими штырями. Если вы когда-нибудь застрянете в машине и вам нужно будет быстро выбраться, эти штыри помогут разбить окна автомобиля. Итак, вы ведете машину, и вдруг у вас заканчивается бензин. То, что я сейчас опишу, больше похоже на анекдот, чем на реальную ситуацию. Но что, если вы настолько торопитесь, что случайно выезжаете с заправочным пистолетом, все еще находящимся в баке? Заправочные пистолеты сконструированы таким образом, чтобы предотвратить любую опасность. Они оснащены механизмом отрывок, который позволяет шлангу легко отделяться при достаточном усилии. Кеды, созданные в начале 20 века для баскетболистов, вскоре стали базовым предметом гардероба, подобно джинсам и кожаным курткам. Если вы присмотритесь к ним внимательнее, то увидите, что у них сбоку есть две дырочки, похожие на отверстия для шнурков. Они сделаны не только для того, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, но и чтобы люди могли более творчески подходить к шнуровке. Признайтесь, вы всегда считали, что палочки для еды соединены попарно с единственной целью – держать их вместе, пока вы не будете готовы приступить к трапезе. Это не совсем так. При более детальном осмотре вы заметите, что деревянные палочки заканчиваются прямоугольной пластиной. Это наследие старой японской традиционной конструкции, которая помогает легко отламывать конец. Его можно использовать в качестве подставки для палочек, чтобы сохранить их в чистом состоянии и снова использовать после перерыва, поскольку они не будут касаться стола или любой другой поверхности. Женские велосипеды имеют особую конструкцию, которая, как ни странно, имеет историческое и модное объяснение. Более низкая рама в основном предназначена для того, чтобы компенсировать более низкий рост дамы по сравнению с ростом среднестатистического джентльмена. За счет этого руль и седло тоже оказываются ниже. Однако у низкой рамы есть еще одно предназначение. Когда женщины постоянно носили длинные юбки и платья, им нужно было быть уверенными, что их наряды не зацепятся за раму. Для этого придумали велосипед с более низкой рамой, идеально подходящей для женщин и их потребностей того времени. Разноцветная зубная паста – это не просто приятная мелочь, делающая чистку зубов более веселой. С каждым из цветов связан особый смысл, который уходит корнями в 70-е годы 20-го века. В те времена люди стали активно интересоваться гигиеной полости рта и искали продукты, которые были способны на большее, чем просто очищение зубов. Одна компания догадалась добавить в свою зубную пасту ополаскиватель для полости рта, то есть синюю полоску. Позже она добавила красную полоску, которая должна была содержать ингредиенты, помогающие ухаживать за деснами. И еще о зубной пасте. В следующий раз, когда откроете новый тюбик, проверьте крышку. Возможно, вас ждет небольшой сюрприз. Внутри колпачка есть заостренный шип, который позволит проколоть защищающую тюбик мембрану, не порезавшись и не испортив маникюр. Не говоря уже о том, что это более гигиенично, поскольку так вы не занесете микробы или бактерии в саму пасту. Если внимательно посмотреть на лицо статуи Свобода, то можно увидеть, что она похожа на поп-звезду 50-х годов Элвиса Пресли. Это, конечно же, шутка. Статую Свободы спроектировал Фредерико Гюст Бартальди за 60 лет до рождения Элвиса. Есть разные мнения о том, кто стал прототипом лица статуи Свободы. Согласно одной из теорий, моделью для нее послужила красавица Изабелла Байер. Изабелла родилась в 1841 году в богатой семье в Париже. Когда ей исполнилось 22, она переехала в Нью-Йорк, вышла замуж за предпринимателя и стала светской львицей. В конце концов, Изабелла вернулась домой в Париж, где познакомилась со знаменитым скульптором Бартальди. В то время ей исполнилось 38, и она все еще была поразительно красива. В это время, по слухам, она работала моделью для статуи Свободы по эскизам Бартальди. А теперь многие считают, что Бартальди смоделировал лицо статуи по образу кого-то гораздо более ему близкого. Его матери – Августы Шарлотты Бартальди. Он был младшим из четырех детей Шарлотты и был очень близок с ней на протяжении всей жизни. Так что было бы очень логично, если бы он захотел посвятить ей одну из своих самых известных работ. Статуя Либерти была создана как маяк надежды и силы для эмигрантов. Для Бартальди его мать олицетворяла все то же самое. Шарлотта воспитывала своих детей одна и учила их следовать своим мечтам. Согласно еще одной теории, прототипом статуи стала вовсе не белая западная женщина. В молодости Бартальди путешествовал по Египту и, увидев пирамиды, вдохновился на создание грандиозных скульптур. Повзрослев и став более успешным, Бартальди вернулся в Египет, чтобы предложить поставить новую скульптуру у входа в Суэцкий канал. Она должна была называться «Египет, несущий свет в Азию» и изображала фигуру в плаще, держащую факел, чтобы направлять путешественников по каналу. Звучит знакомо, правда? На оригинальном эскизе Бартальди лицо фигуры в плаще было нарисовано по образу египетского крестьянина. Но деньги закончились, а скульптуру так и не ввели в эксплуатацию. Позже Бартальди переработал ее дизайн, изменив образ крестьянина на женщину, создав культовую статую, которую мы знаем сегодня. Другая теория предполагает, что леди Либерти вовсе не леди. Исследователь статуи Свободы Элизабет Митчелл считает, что Бартальди действительно позаимствовал лицо статуи у родственника, но не у матери. Изучив лицо статуи, Элизабет заметила, что у Шарлотты Бартальди было иное строение лица. В первые годы своей карьеры Бартальди был изготовителем бюстов, известным своей точностью. Поэтому такие небольшие расхождения не имели смысла. Когда Элизабет наткнулась на фотографии брата Бартальди, Жан-Шарля, она заметила, что его лицо имело поразительное сходство со статуей. Есть популярный миф о том, что статуя Свобода была подарком Соединенным Штатам от Франции. Но на самом деле статуя была полностью собрана Эдуардом де Лабулэ. Он был большим поклонником творчества Бартальди и призывал французов собирать деньги на статуи. А американская общественность собирала деньги на оплату пьедестала. Бартальди закончил культовую руку с факелом статуи за несколько лет до завершения стальной части. Затем рука была выставлена в парке Мэдисон-сквер, чтобы побудить общественность на пожертвования. Сбор средств оказался делом трудным, пока не вмешался издатель Джозеф Пулитсор. Он начал кампанию по сбору пожертвований и пообещал, что каждый вкладчик будет упомянут в газете New York World. Это привлекло более 120 тысяч пожертвований и собрало средства для завершения статуи. Статуи пьедестал обошлись в 500 тысяч долларов. В пересчете на сегодняшние деньги это более 10 миллионов долларов. Статуя была завершена во Франции, а затем отправлена в Америку, разобранная на более чем 300 частей, упакованных в деревянные ящики. Более 200 тысяч американцев встречали корабль со статуей Свободы, когда он прибыл в Нью-Йоркскую гаваль. Статую собирали на острове Бэдлоу, который теперь известен как Либерти Айланд. Возможно, при ее сборке была допущена ошибка. Во время инспекции в 1982 году рабочие поняли, что ее голова смещена от центра на целый метр. Статуя Свободы не всегда была знаково-зеленого цвета. Изначально железной каркас статуи был покрыт слоем меди, из-за чего она казалась ярко-бронзового цвета. С годами медь начала окисляться, образуя защитный слой патину. Так появился этот ярко-зеленый оттенок. Потребовалось 30 лет, чтобы статуя стала полностью зеленой. Если бы Бартальди поступил по-своему, то статуя Свободы никогда бы не была зеленой, или даже медной, если уж на то пошло. Архитектор изначально задумывал, чтобы статуя была маяком, а чтобы его было видно ночью, Бартальди планировал обернуть скульптуру золотым листом, чтобы она светилась при лунном свете. Эта идея была отвергнута, потому что была слишком накладной. Теперь поговорим о размерах статуи. В проекте «Статуи Свободы» Бартальди помогал сам Гюстав Эйфель. Он был известным инженером-строителем, и благодаря ему на свет появилась Эйфелева башня. Так вот, Эйфель спроектировал каркасы конструкции, поддерживающие статую Свободы. Нью-Йорк – не единственный город, в котором есть такая статуя. В вестибюре этого музея в Париже можно найти гораздо меньшую ее версию. Эта мини-статуя Свободы была изготовлена Бартальди вскоре после того, как оригинальная статуя была установлена для Парижской всемирной выставки 1900 года, проходившей во Франции во знаменовании достижений прошлого века. Вскоре над этим знаменитым Парижским туннелем установили Пламя Свободы. Это точная копия пламени факела статуи Свободы, покрытая золотом. Памятник был подарен Франции в 1989 году благотворителями всего мира в знак благодарности за статую Свободы и как символ франко-американской дружбы. Ежегодно статую Свободы посещают около 4,5 миллионов человек. Для сравнения, количество посетителей лондонского глаза – около 3,75 миллиона человек. Это делает статую Свободы одной из самых популярных достопримечательностей в мире. Посещение статуи – отличная тренировка, ведь чтобы добраться до короны, нужно преодолеть 354 ступеньки. Внутри короны 25 окон, из которых открывается потрясающий вид на Нью-Йорк. Корона статуи Свободы украшена семью шипами. Некоторые считают, что шипы представляют семь океанов и континентов мира и подчеркивают универсальную концепцию Свободы. Другие думают, что они представляют собой солнечные лучи. Почти через сто лет после того, как была установлена статуя, ее факел обновили. В 1984 году оригинальный медный факел заменили на новый, покрытый золотым листом в 24 карата. Факел недоступен для посетителей из-за повреждений, которые получил ранее. Статую Свободы иногда называют «матерью иммигрантов». В XIX веке в Соединенные Штаты прибывало более 9 миллионов иммигрантов. Они приплывали на кораблях, и статуя Свободы была первым, что они видели на Новой Земле. При высоте 93 метра статуя была самым высоким железным сооружением в мире. Конечно, сейчас ее давно превзошли другие строения. Самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, в высоту более 830 метров. Это почти в 9 раз выше статуи Свободы. Знаменитая скульптура устойчива к атмосферным воздействиям. С момента постройки в статую Свободы ударяет около 600 молний в год. Некоторые даже смогли это запечатлеть. А еще она пережила ураганы, изменения океана и бесчисленные штормы. Статуя Свободы была спроектирована так, чтобы раскачиваться на ветру на 8 сантиметров в любом направлении, а ее факел может раскачиваться на 12. Я и сам пробовал этот трюк. Ущипните себя за локоть как можно сильнее. Вы почти не почувствуете боли. Как так? Разные участки кожи имеют разное количество нервных окончаний. Наше тело устроено так, что оно чувствительнее к боли в тех местах, которые подвержены большему риску повреждения. Эти важные участки имеют больше нервных окончаний, чтобы мы были бдительнее и могли защитить себя. В толстой коже, как на локтях, меньше болевых детекторов. Но это не мешает нам испытывать резкую боль, как при ударе током, если мы ударимся обо что-то определенной точкой локтя. Источник этого, мягко говоря, неприятного ощущения. Не кости и не кожа, а локтевой нерв, который начинается в позвоночнике, идет к шее, через локоть и к пальцам. Локтевой нерв – это один из трех основных нервов руки, который обеспечивает чувствительность кончиков пальцев. Он хорошо защищен мышцами, жиром и костями. Но есть одно место в локте, где этот нерв открыт и находится прямо между костной тканью и кожей. Чем-то напоминает историю Ахиллеса, да? Итак, теперь вы знаете, почему так неприятно ударяться локтем и почему вы ничего не чувствуете, когда щиплете кожу рядом с этим местом. Следующее явление связано с неловкими ситуациями, но не только. Это может произойти, когда объект ваших симпатий делает вам комплимент. Я говорю о способности краснеть. Не уверен, что от влюбленности в животе действительно порхают бабочки. Но я точно знаю, что когда вы краснеете, ваш желудок тоже краснеет. Да, я проверял. Стенки желудка изнутри от кислоты защищает специальная ткань. Когда вы краснеете, она тоже становится красной, потому что покраснение происходит за счет прилива крови к поверхности кожи. Это происходит и с желудком. Это естественная физиологическая реакция на изменение ваших эмоций. Раз уж мы заговорили о желудке, самое время упомянуть, что жидкость в нем способна расплавить стальной стол и уж точно может переварить ваши внутренние органы. К счастью, слизистая оболочка желудка не дает этому случиться. А вы знали, что можете светиться в темноте? Не выключайте свет, вы не сможете увидеть это невооруженным глазом. Изображения светящихся человеческих тел были получены с помощью сверхчувствительных камер. Японские ученые первыми зафиксировали изображение человеческой биолюминесценции. Только сверхчувствительные камеры могут показать, что наши тела излучают крошечное количество света, потому что этот свет в тысячу раз слабее, чем способен различить человеческий глаз. По-видимому, все живые существа производят небольшое количество света благодаря химическим реакциям в их клетках. Люди недавно добавились к этому списку. Исследователи фотографировали верхнюю часть тела добровольца в течение нескольких дней. Результаты показали, что количество излучаемого света меняется в ходе суточного цикла. Наибольшее свечение наблюдается поздним вечером, а наименьшее – поздней ночью. Кроме того, самый яркий свет излучают щеки, лоб и шея. Интересно, что это не совпадает с самыми яркими участками, улавливаемыми тепловыми камерами. А еще утром вы немного выше, чем в конце дня. Да, я вас измерял. На самом деле изменение роста связано с гравитацией. Сила тяжести сжимает хрящи в позвоночнике и коленях, когда вы стоите или сидите в течение дня. Но когда вы лежите, ваш позвоночник избавляется от нагрузки и расслабляется, поэтому утром после ночного отдыха вы становитесь выше. Увеличение роста не превышает сантиметра, так что не стройте особых иллюзий. Забавный факт. Астронавты, вернувшиеся из полета на несколько сантиметров выше, чем были до отправления с Земли. Все дело в отсутствии гравитации на МКС. Однако прибавка в росте не сохраняется навсегда. Когда вы снова оказываетесь на Земле, гравитация постепенно сжимает их до обычного роста. Давайте вернемся к органу, о котором мы уже говорили. Кожа. Да, кожа – это орган. Фактически, это самый большой орган в вашем теле. На его долю приходится около 15% вашей массы. Что еще делает этот орган, кроме того, что покрывает ваше тело? Он выполняет жизненно важные функции. Например, он защищает тело от внешних, физических и биологических повреждений. Кроме того, он предотвращает чрезмерную потерю воды. Да, человеческое тело не перестает нас удивлять. Но сейчас давайте поговорим о мире животных. У сов нет глазных яблок. Зато есть так называемые глазные трубки. Их глаза в форме стержней не вращаются в глазницах, как наши глазные яблоки. Поэтому совам приходится двигать всем телом, чтобы осмотреться. Но при движении туловища обычно возникает шум, и другие животные его слышат. Поэтому совы эволюционировали так, что их шеи могут поворачиваться на 270 градусов совершенно бесшумно. И это еще не самое странное. Ночное зрение требует больших роговиц, чтобы получать как можно больше света. Это основная причина, по которой большинство ночных животных, таких как медленный лори или долгопят, имеют большие глаза. У сов все устроено несколько иначе. Поскольку у них маленькие головы, большие глаза не смогли бы поместиться внутри. Хотя у этих существ нет глазных яблок, у них есть три комплекта век. Одно веко служит для моргания, другое для сна. А последнее – для поддержания чистоты глазных трубок. Вот такая нестандартная конструкция. Переходим к животным, которые живут бок о бок с людьми. У кошек есть дополнительный орган, который позволяет им чувствовать запахи в воздухе. Он называется орган Якобсена или вомероназальный орган. Орган Якобсена расположен внутри носовой полости кошки и открывается в небо. Он может обнаруживать специфические химические вещества с помощью нервов, которые ведут прямо в мозг. И это необычный нюх. Рецепторы запаха органа Якобсена не предназначены для улавливания обычных запахов. Они обнаруживают химические вещества, которые вообще не имеют запаха. Другими словами, кошки могут унюхать то, что не пахнет. А еще орган Якобсена в целом усиливает обоняние. Например, когда котятам нужно найти молоко матери. Представьте, что есть две кошки матери и четыре котенка. Котята могут отличить свою мать от другой взрослой кошки с помощью обоняния. Когда два человека встречаются, они оценивают язык тела друг друга. Кошки обычно обнюхивают головы друг друга. При таком приветствии выделяются феромоны, которые могут многое рассказать об одной кошке другой. Например, что любит есть другая кошка, здорова она или нет. Этот метод даже помогает оценить, счастлива другая кошка или угрюма. И все благодаря органу Якобсена. Еще один факт о кошках. На их носу есть отчетливые гребни, которые выглядят как узор. Подобно нашим отпечаткам пальцев, у каждой кошки есть уникальный отпечаток носа. Он может быть использован как форма идентификации. Ладно, кот, мы знаем, что ты разбил вазу. Ты оставил на ней отпечатки носа. Хочешь заключить сделку? Просто расскажи, что ты знаешь о собаке и об этом изжеванном ботинке. Открыв пакет с чипсами, вы видите, что он наполовину пуст. Или наполовину полон, если вы оптимист. Но дело не в том, что производитель хочет получить от нас больше денег. Дополнительный воздух помогает защитить чипсы от повреждений. Если бы пакетики были набиты доверха, после транспортировки чипсы были бы поломаны. Мороженое со вкусом малины, как правило, голубое, а не красное. Что было бы более логичным. Но представьте, что вы делаете упаковку фруктового мороженого. Можно выбрать зеленый цвет для вкуса яблока. Для ананаса или лимона – желтый. Клубника должна быть красной. Вишня тоже. Арбуз – снова красный. Малина – да, красная. Но четыре красных слишком много, и покупателям будет нелегко отличить их друг от друга. Итак, сначала и клубничные, и вишневые ароматы были красными, но разных оттенков. Арбузный был розовым, а малиновый – темно-красным. Затем выяснилось, что этот краситель может быть опасным, поэтому его запретили. Следующим вариантом стал синий, так как синих фруктов или ягод, кроме черники, не бывает, и это не очень популярный аромат. Итак, производители начали делать малиновый аромат синий. Иногда его называют голубой малиной, но в природе ее не существует. Если вы купите часы или увидите их на фото, то, скорее всего, они будут показывать 10-10. Единственная причина заключается в том, что это выглядит красиво. Можно видеть обе стрелки, и они не перекрываются друг другом. Кроме того, расположение стрелок симметрично и создает форму улыбки, создавая позитивную атмосферу. На матрасах обычно есть декоративные строчки. Как правило, производители не могут сделать разные модели кардинально отличающимися, и единственный способ видоизменить их – это придумать необычный рисунок строчки. Два матраса двух разных компаний могут быть одинакового качества, но стоят по-разному. Большинство людей никогда не узнают об этом и решат, что разные модели отличаются и по качеству. В Сыре есть дырочки. В некоторых видах они маленькие, но могут быть и огромными. Сыр делают, добавляя в молоко бактерии, из-за которых и образуются дырки. Бактерии поглощают молочную кислоту и выделяют пузырьки газа. Они застревают в сыре, а затем лопаются, образуя дырочки. Их размер зависит от температуры производства и кислотности. В швейцарском сыре отверстия очень большие. Его готовят при 49 градусах и выдерживают при 21 в течение 5-7 дней. Так сыр становится мягким, а пузырьки большими. У всех монет на краях есть насечки. Как думаете, почему? Сначала все монеты были привязаны к серебряному стандарту. Количество серебра в монете соответствовало ее стоимости. В монете достоинством 1 доллар было больше серебра, чем в четвертаке. Края делались с насечками по соображениям безопасности. Когда-то именно из-за них монету было трудно подделать. Это также предотвратило и другой вид мошенничества. Люди стачивали металл по краям монет совсем немного, так чтобы было незаметно. Но если вы повторите трюк со многими монетами, то получите достаточно драгоценного металла для продажи. Ребристые края делали это невозможным. При стачивании край становился бы гладким. У монет достоинством 5 центов и 1 цент ребристого края не было, потому что их делали из недорогого металла, и защищать их не было смысла. Сейчас монеты из серебра не делают, но на них есть насечки. Когда в странах стали выпускать новые монеты, менять оборудование для их изготовления было дорого, и все оставили как было. Если вы когда-нибудь играли в бильярд, то вам знаком этот зеленый стол. Игра возникла в 14 веке, за 500 лет до баскетбола. В те времена у людей не было бильярдных столов, и они играли в нее снаружи, на зеленой лужайке. Позже игру перенесли в закрытое помещение, чтобы не прерываться, даже когда шел дождь. Цвет стола сделали зеленым, чтобы сохранить ассоциации с лужайкой. Медицинские работники обычно носят синюю или зеленую униформу. Для этого есть причина. До 20 века даже операции делались в обычной одежде. С развитием медицины люди стали уделять больше внимания вопросам стерильности. Врачи начали носить униформу, и сначала она была белой, как символ чистоты. Но некоторые пятна с нее отстирать было просто невозможно. Так на смену белому пришел зеленый, и это имело смысл. Кроме того, хирурги обычно работают с красными цветами, а синий и зеленый находятся на противоположной стороне спектра. Когда все вокруг зеленовато-голубое, красный становится более заметным. Если вы помоете руки белым мылом, то пена будет белая. Но даже если помоете их любым другим, пена все равно будет белой. Причина в рассеянном свете. Любые световые лучи, падающие на объект, либо поглощаются, либо отражаются. Вещи, которые поглощают все цвета, кажутся черными. Те, которые отражают все цвета, белые. Красный кусок мыла красный, потому что отражается только красный цвет. А остальные цвета поглощаются. Но как только получается пена, которая состоит из множества пузырьков, каждый из них будет рассеивать цвет в разных направлениях. Отсюда и белый цвет. Что вы видите, когда протираете глаза? Эти цвета и формы называются фосфены. Дело в том, что когда вы трете глаза, в глазном яблоке увеличивается давление и активируются нейроны сетчатки, которые обрабатывают визуальную информацию. После этого мозгу кажется, будто мы видим свет, и он и правда пытается его увидеть. Как думаете, почему от усталости под глазами появляются черные круги? Все потому, что кожа под глазами очень тонкая, и кровеносные сосуды находятся так близко к поверхности, что любая разница сразу становится заметна. Когда сна не хватает, кожа становится бледнее, а кровеносные сосуды более заметными. Поэтому и появляются так называемые темные круги. С возрастом кожи естественным образом истончается, поэтому у пожилых людей, как правило, образуются темные круги. Но если вы молоды, они исчезают при достаточном количестве сна. Мы говорим Германия, испанцы говорят Алимания, а немцы говорят Дойчленд. Звучит как три разные страны. Если девушку зовут Оливия, она везде будет Оливий. Почему же страны в разных языках имеют разные названия? Страны существуют уже давно. Раньше, когда люди из разных стран говорили на разных языках, они просто называли какую-то территорию по-своему, и название приживалось. Германское племя Алиманов когда-то жило на территории нынешней Швейцарии, поэтому испанцы стали называть эту землю Алиманье. Затем немцы объединились и назвали себя Дойчленд. В английском языке местоимение Ай, то есть Я, всегда пишется с большой буквы. Даже лингвисты не знают, почему это так. Ай происходит от немецкого ИХ. Со временем оно превратилось из ИХ в ИК, а затем в Ай. Быть может, оно оказалось в предложении слишком незначительным, поэтому его и начали писать с заглавной буквы. Для большей выразительности. Если вы когда-нибудь видели процесс съемки видео, то, наверное, заметили, что перед каждой сценой появляется эта хлопушка. Ее хлопок очень помогает на этапе редактирования. Фильм и аудио записываются отдельно, а затем синхронизируются. Хлопушка создает хлопок в самом начале съемки сцены. И потом ее легче найти, чтобы добавить звук. Еще одна причина — информация о снятом фрагменте. На доску добавляется подробная информация о сцене и номере съемки, дате съемки, ракурсе камеры и другие важные вещи, что потом облегчает просмотр сотен разных фрагментов. Пуговица на макушке вашей бейсболки нужна исключительно для эстетики. Кстати, в английском языке у этой детали есть название — сквотчо. А для нас это просто пуговица. Изначально она удерживала клинья бейсболки вместе, но со временем процесс производства усовершенствовали. Пуговица стала бесполезной, ее убрали. Но без нее кепки выглядели по-другому, и вскоре по многочисленным просьбам сквотчи вернули. Изначально туфли на высоком каблуке предназначались не для приемов и балов. Раньше люди много ездили верхом, и делать это в обуви на плоской подошве было неудобно. Ноги постоянно выпадали из стремян. К X веку нашли способ решить эту проблему — высокие каблуки. С ними сцепление было гораздо лучше, и популярность этих туфель росла. Прошло совсем немного времени, и они стали модным аксессуаром, подходящим к стильным нарядам. Знатные люди не появлялись без них на публике. Ездить на лошади, в обуви, на каблуках было все равно, что владеть роскошным спортивным автомобилем. Вначале каблуки носили в основном мужчины, а дамы подхватили эту тенденцию в XVII веке. И она до сих пор актуальна. В Древнем Риме соль была настолько ценной, что люди называли ее белым золотом. В условиях палящей жары и отсутствия холодильников она помогала сохранять продукты питания, в основном мясо и рыбу. И в качестве бонуса делала все вкуснее. Соль также использовалась вместо денег для выплаты зарплаты, откуда и пошло слово «зарплата» в английском языке – salary. Рис – самый древний культивируемый продукт в истории человечества. 15 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии его начали выводить из дикой травы. В наши дни его регулярно едят 3,5 миллиарда человек по всему миру. Трудно представить себе мир без видеозвонков, для которых вы используете камеру телефона или ноутбука. Эта технология помогла внедрить такую замечательную инновацию, как работа из дома, но первоначально ее создавали с совсем другой целью. Технологию внедрили, чтобы проверять, есть ли кофе в кофеварке. В 1993 году исследователям из Кембриджского университета надоело приходить на общую кухню и обнаруживать там пустую кофеварку. Они изобрели устройство, которое подключалось к камере и в реальном времени передавало на экран компьютера изображение кофеварки. Благодаря этим исследователям мы теперь можем работать в пижамах. Мы знаем о многих достижениях Альберта Эйнштейна, но кое-что, изобретенное им соавторстве, осталось незамеченным. Вместе со своим студентом он изобрел модифицированный холодильник. Он не похож на те, которыми мы пользуемся сегодня. В 20-х годах прошлого века холодильники были небезопасны, так как выделяли ядовитые газы. Он хотел создать безопасную версию, которая бы не требовала электричества, не имела движущихся частей и работала только на источнике тепла. К сожалению, финансирования не хватило и проект заглох. Позже, в 50-х, электрические холодильники стали популярными. Но в 2008 году инженеры из Оксфордского университета возродили эту идею. Когда работы будут закончены, холодильник Эйнштейн найдет применение в сельских районах, где нет электричества и у людей, которые хотят жить в автономном режиме. Раскладка QWERTY не облегчает работу. В 1870-х годах Кристофер Шоулс изобрел раскладку, которая обеспечивала вдвое более быстрый набор текста. Но из-за того, что часто используемые буквы располагались рядом друг с другом, печатные машинки постоянно заклинивало. Тогда он придумал QWERTY. Новая раскладка замедлила работу машинисток. Они дольше искали нужные клавиатуры и медленнее набирали текст указательными пальцами. Клавиатуры остаются такими по сей день, и люди во всем мире как-то приспособились к ним. Пластиковый наконечник шнурка называется эглет, и его придумали еще в Древнем Риме. Конечно, тогда еще не было пластика, поэтому эглеты делали из камня, стекла или металла. Особо богатые люди могли украшать свою обувь драгоценными металлами, такими как латунь или серебро. Что появилось первым? Телевизор или пульт дистанционного управления? Технология, за счет которой работает пульт, старше на несколько десятилетий. В 1898 году Никола Тесла создал аппарат для управления механическими устройствами с помощью радиоволн. Сначала он пытался продать идею устройства посредством лодок с дистанционным управлением, но потенциальные покупатели не заинтересовались. Он опередил свое время. Только в 1956 году пульты дистанционного управления стали использоваться в телевизорах. Инженер Перси Спенсер случайно изобрел нечто гениальное в 1945 году. Он работал над вакуумной трубкой «Магнетрон», которая использовалась в радарных системах. В процессе он обнаружил, что шоколад в его кармане растаял. Осознав нагревательный потенциал магнетрона, он проверил его на кукурузных зернах и получил попкорн. Затем он испытал его на яйцах и перепачкал все вокруг. Отмыв желток, он соорудил металлическую коробку для сохранения энергии внутри. Так появилась микроволновая печь. В 1733 году один английский герцог попросил архитектора Уильяма Кента создать дорожное приспособление для его детей. Уильям согласился и построил первую в истории детскую коляску. Ее не нужно было толкать. Коляску тянуло коза или маленький пони. Из-за дороговизны было выпущено всего несколько таких колясок. Намного позже, в 1848 году, появилась первая коляска с ручками для толкания. Она оказалась более доступной. Полицейские часто ассоциируются с пончиками и неспроста. В 50-х годах 20 века в США полицейским, работавшим в ночную смену, было трудно найти место для позднего перекуса. В то время пончиковые были семейными предприятиями. Они усердно работали всю ночь, чтобы напечь свежие пончики к утру. Ночью пончиковые нуждались в защите, что создало идеальный симбиоз. Питание для полиции и охрана для заведений. Пузырчатая пленка отлично помогает успокоить нервы и защитить хрупкие посылки. В 1957 году два инженера склеили две занавески для душа, зажав между ними пузырьки воздуха. Так появилась первая пузырчатая пленка. Изобретатели создали текстурированные обои, которые не прижились на рынке. Через некоторое время они попытались продавать ее в качестве изоляции для теплиц и снова потерпели неудачу. Все изменилось в 1960 году, когда компании IBM понадобилось доставлять хрупкие компьютерные компоненты. Пузырчатая пленка оказалась идеальной упаковкой. Карты в телефоне здорово упрощают навигацию, но когда-то бумажные карты были единственным способом найти путь. В этой отрасли царила нешуточная конкуренция. Некоторые производители карт даже наносили на свою продукцию вымышленные населенные пункты, чтобы их карты не перепечатывали другие компании. Эти фальшивые города назывались географическими ловушками. Однако одно из этих поселений стало реальным. Компания General Drafting нанесла на карту штата Нью-Йорк город Аглоу. Другой конкурирующий производитель также включил этот город в свою карту, попавшись в географическую ловушку. В суде выяснилось, что в 1950 году там был построен универсальный магазин. Владелец предположил, что Аглоу – это реальный район, и назвал магазин в его честь. Доказать кражу карты не удалось, ведь Аглоу стал реальным благодаря магазину. В 1943 году Веста Стаут из Иллинойса занималась упаковкой посылок. Она была разочарована плохим качеством бумажной ленты, которая портилась при намокании. Женщина попросила своего начальника сделать водонепроницаемую ленту. Ее просьбу проигнорировали. Но она написала письмо президенту Рузвельту с идеей, как сделать улучшенную ленту. Она не только объяснила свою концепцию, но и снабдила ее подробными чертежами. Президент одобрил идею и приказал внести изменения. Новая лента оказалась настолько полезной, что ее начали не только использовать на почте, но и продавать в хозяйственных магазинах.